Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Ну, во-первых, хочу пожелать всем хороших, приятных, замечательных выходных. Во-вторых, по вашим просьбам показываю, как я одеваюсь дома. Я дома одеваюсь очень просто. Чаще всего это шорты или джинсы, или какие-то вот такие вот простые хлопковые брючки. Сегодня у нас немножко прохладненько, поэтому на мне вот такая вот тоненькая, тоже 100% хлопок, футболка с длинным рукавом. Вот мой аутфит домашний. И, конечно же, девочки, те, кто стройнее, это те, кто придерживается правильного питания, сегодня покажу тарелочки. Моё меню на день, это не сегодня, снимала вчера, но, думаю, вам будет интересно, и поскольку выходной, возможно, кто-то приготовит то же самое. День сегодня, девочки, просто шикарный. Я вообще обожаю сентябрь. Он во Франции считается до 21 сентября, это летнее время. И погода в этот период здесь, ну, просто, знаете, такая бархатная, очень мягкая, такое нежное солнышко, не такое, от которого мы изнываем в течение всего лета. И, как видите, все мои цветочки при такой погоде просто ожили, и розы все цветет, и погодка сегодня просто прелесть. О, и Ася моя выскочила на солнышке погреться, да, Асюня? Смотрите, девчонки, после пересадки пальма, какие листья выпустила, ну, и базилик мой, да, и Асюня моя здесь, тот, как тут, тот, как тут, моя хорошая. Ой, какая красота, о, какие мягкие, они такие пушистенькие. Ой, с базиликом даже не знаю, что делать. Вот это вот дерево у меня еще, я его собиралась выкинуть, но пока есть зеленые листики, трогать не буду. Вот эти вот молодые побеги, даже не знаю, пересаживать или так оставить. Ой, какая прелесть. Погода просто супер. Небо синее, синее. У нас уже около 10 часов, сейчас я буду завтракать. И сегодня мой завтрак будет состоять из одного кусочка хлеба весом 40 грамм. Это хлеб из отрубной муки, плюс в нем добавлены 7 злаков. Затем немного салата Сюкрин, 1 кубик мягкого сыра с травками и 1 тоненький-тоненький кусочек нежирной ветчины. Конечно же, будет кофе. И хочу уточнить, потому что кто-то из вас в комментариях написал, что кофе с молоком. Нет, ребятки, я не пью кофе с молоком и также не добавляю ни сахар, ни какой-либо подсластитель. Ну что ж, желаю всем хорошего начала дня, приятного аппетита, мотивации для похудения и встретимся за обедом. Я сегодня на обед буду готовить очень вкусный салат. На обед у меня будет вот такая вот вкуснятина. Это салат с тунцом. Делаю я его по рецепту салата мимозы, но не использую майонез. Заправка у меня из греческого йогурта с горчицей, лимонным соком. И совсем немножечко я добавляю яичного желтка. И также нет сливочного масла, но немного сыра сверху, морковь, картофель, тунец и яичные белки в салате у меня присутствуют. Также будет небольшой кусочек ржаного хлеба весом 20 грамм. Ужин у меня будет вот такой вот легкий, полезный и очень вкусный салат, который я приготовила из упаковочки. Здесь 125 грамм, ну это как один шарик моцареллы, только их много, они маленькие. Затем два средних помидорчика и один салат секрин. И отвечу на вопрос по поводу окраски. Как я окрашу волосы? Девочки, я не наношу краску сразу на всю длину, потому что ну как бы основной цвет он у меня уже закреплен. Я наношу краску, наношу руками, надеваю перчатки, смешиваю все в бутылке и наношу на отросшие корни. Вот так вот все где-то дело распределяю, потом расческой с тонким хвостиком. Ну в принципе тот, кто красится дома сам, вы знаете. Если нет, то объясняю. Убираете следующий, делаете пробор и вот слой волос один на один. Сначала вот эту часть, потом вот эту часть. Держу краску, вот эту я держала в общем 20 минут, 15 минут корни. Потом беру в руки немножко воды, наношу на корни и распределяю. Она пенится шикарно и распределяю на длину волос, чтобы вот оттенок появился. Ну как бы, чтобы не было так, что корни будут одного цвета. Потому что краска в любом случае на уже окрашенные волосы садится намного быстрее. Пяти минут достаточно. И тоже кто-то в комментах написал, что нужно вот этот вот синий шампунь. У меня он есть. Когда я красилась в пепельные оттенки, я его использовала. Потому что смывается цвет. Но тогда у меня было милирование и как бы, ну оно желтое, обесцвечивались с аммиаком. Сейчас я этот шампунь не использую, потому что мне нравится именно вот такой вот теплый блонд. Девочки, хочу уточнить по краскам, потому что вчера в комментариях меня многие из вас просили написать номер. Почему уточняю? Поскольку номер может отличаться от того номера оттенка вот конкретно в вашей стране. Вот эту краску, которой я пользовалась постоянно, во Франции я покупаю под номером 6. В Испании он идет под номером 9. Поэтому я не могу дать гарантию, что если вы купите ревлон под номером 80, это будет один и тот же оттенок. Наверное, нужно смотреть или по упаковке, или по цвету. Но по цвету они в принципе все идут светлый, натуральный блондин, пшеничный блондин, песочный блондин. Конечно же, очень приятный для меня был сюрприз, что такая недорогая краска оказалась такой и очень удобной в использовании, поскольку она не течет. Имеет приятный запах. Почему я не очень люблю лореаль? Во-первых, там даже есть линеечка, которая без аммиака, но она практически не закрашивает седину. Это первое. И второе, если с аммиаком, то когда ты краску наносишь, это в ванной комнате находиться невозможно. И решила попробовать из-за любопытства. Потому что за такую цену у меня были большие сомнения, что корни обессветятся. Но тем не менее, краской я осталась довольна. У нас же какое представление. Если дорого стоит, то это классно. А если ты покупаешь что-то дешевенькое, то лучше его или вообще не покупать. А если покупаешь, то вот как у меня большие сомнения. Вот этой краской я тоже очень всегда была довольна. Никогда у меня с ней не было никаких неприятностей. Обычно, ну, иногда даже необычно, иногда девчонки жалуются, что там что-то не прокрашивается. Или там как-то пятнами получается. Как бы с вот этой вот краской у меня никаких пятен, все нормально получилось. И вот это мне понравилось. Как я уже сказала, пожалела, что взяла всего лишь две упаковки. И вот эту краску взяла впервые. Но, по-моему, оттенок более темный, чем у этих двух. Хотя написано тоже, что это 8-0. Как бы светлый блондин. Ну, посмотрим, что получится. Девочки, никогда не покупала. Если кто-то пробовал, напишите мне. Нормально будет, ненормально будет. Ну, даже если не напишите, попробую. Посмотрим, что у нас выйдет. Потому что я обычно крашу волосы один раз в месяц. И в следующем месяце хочу попробовать именно вот эту краску. Даже если будет немножко потемнее. Ну, ничего. Меняться тоже хорошо. Хорошо.